на канале сэмбери начинается программа ежедневно и я симон берегов и будем обсуждать только то что интересно не только определенному количеству людей на большой аудитории отсюда мы начинаем обсуждение интересных тем которые волнуют не просто простого рядового гражданина но весь мир и всю страну вы смотрите июнь и июль в иркутской области значит было поводок наводнение да мы уже об этом говорили а теперь представляете уже пожары лесные начались там понимаешь чем дело то есть их сначала затопило а теперь сжигает что что вот делать с лесными пожарами все тушат самолетами сбрасывают воду до пожарные а как обезопасить чтобы не было дураков и идиотов которые приходят в лес кидают там спичку еще что-то оставляет это все сгорает еще главное значит проблемы то что у них принято как бы в этом регионе поджигать траву перед посевом да то есть они поджигают траву она сгорает потом они все это убирают и на этом уже начинают сеять все это как этого избежать или мы каждый год так ой пожаром не сильно участились последнее время они все время ну да не все время были но они участились и не стали больше масштабом своим вообще к и поджигать лес нельзя и траву поджигать нельзя понимаешь что у них как бы в усилительском вот этой местности они поджигают траву значит старого после зимы да не поджигает трава на сгорела они ее убирают и после этого сеют вот как им вбить в бушку в голову чтобы они этого не делали так значит электронные паспорта плюсы-минусы обсудим надо не надо потому что хотят уже с 22 года с не ошибаюсь или 25 поправь меня 22 пранского наш первый раз я хотят ввести электронные паспорта в россию я лично считаю что я приспособлен больше к бумажным паспортам что такое электронная не знаю но возможно как бы это время не стоит жизнь продолжается как у нас кстати говорится в программе да но я все-таки считаю что надо ну поднимите бывает такая замечательная поговорка я достаю из широких штанин я горжусь что что я гражданин что-то советсказать пишутся уходит все нет не нравится я считаю что должно быть бумажный паспорт нужно чтобы такой такой не так кстати они сказали что за строго года начнут выдавать в электронном виде да но это желающие могут оставить бумажный паспорт пользуются именно бумаги я слышу что вообще хотят перейти на электронный без бумаги я читал в тассе это официальная информация то написано что те кто хотят оставить бумажный будут пользоваться бумажа продавать будет то есть это на выбор а ты как бы предпочитаешь у меня до второго года может от изменить я пока еще не пока бумажный устраивает но если мне понравится электронный я предпочитаю может электронный это будет зависеть а можно и тут и тут александр петров отказался сказал я плохо знаю плохо знает есть такие люди в нашем мире до нашей стране значит отказался ну по официальной точки зрения его от участия в съемках полицейского срублевки полицейского срублевки новогодний беспредел 2 и от гоголя и продюсеры этих всех проектов ответили что значит в полицейском срублевке закончилась сюжет с этим героем поэтому петрову никто не предлагал сниматься продолжение сериала полицейский срублевки и продолжение новогоднего беспредела полицейского срублевки что типа с чего это он взялся он отказался не просто никто не звал вот так сказали продюсеры а потом стало известно что сейчас петров снялся в фильме приквели значит притяжение называется вторжение до выходит 1 января 20 это уже реклама извиняюсь между не ты не платил за это же я говорю ладно короче фильме во вторжение он снимался и этот фильм федора бандурчука да я просто говорю да не то не потому что хочу услышать подтверждение прошу бы ну как-то в стримашечке сет на всякий случай когда исчезнет простая вода волнует вопрос не всех до пресная вода максим принт подметил пресная простая вода когда исчезнет тоже понимаешь все и все эти ресурсы они не вечны так что газ нефть и так далее насколько хватит воды кстати я помню вадим родимович говорил что в некоторых регионах земли нет простой воды нехватка правильно же что это он предшествует и как этого избежать город чиндайк чинайк начинает в индии или остался вообще без воды и вообще многие страны мира тоже южная азии не имеет многие города там вообще воды никакой при бои нехватка из засухи и человеческие факторы и при есть есть какие-то реки тогда наши пресной воды пресная вода наше великое река нил египте течет она дает там 97 процентов египту воды пресной но она настолько загрязнена уже уча смотри байкалом была проблема байкал это с жемчужина значит россии сердце сибирью называют да хотели загрязнить значит ты какой-то завод строить так а теперь битва значит бензин или электричество значит бензин это экологически плохо электричество экологически чисто будущее транспорта на какой ты видишь будущее транспорта с дверь не на бензине или на электричестве сейчас в москве появляется электробус 25 году хотят в москве сделать полностью все ли трубки будущее только на электричестве и экологически чистыми электробусы это замечательный проект а бензин это плохо сам все это плохо поэтому насколько они там евро 6 да это все больше более чистый чем раньше будем тем меньше это вредно это выхлопы поэтому я считаю что будущее за экологически чистым транспортом частности за электробусами за электро и дэк термобилями да у нас мало с европой мизер они дороже да чем на бензине когда закупает против москвы автобусы которые на дизеле на чем-то и на бензине не есть они дороже стоит чем электробусы или нет потому что электробуса сколько я знаю там должна быть станция которая будет заряжать этот электробус мы кстати видели на в днх есть такая станция а бензиновые это траты на бензин постоянно регулярные крымский мост в добрый путь недавно от полностью положили уже рельсы в одну другую сторону до в конце декабря запустит движение поездов уже да и мы ждем с нетерпением когда же движение значит машин по крымскому мосту уже было запущено в семнадцатом году владимиром путиным и как же будет проходить церемония открытия железнодорожного пути большой вопрос но все это ждут из таманской стороны из керченской стороны то есть крым россия ждут уже железнодорожного сообщения что я еще больше ждем чтобы из москвы можно было попасть в крым поехать как ждешь крымский мост железнодорожное сообщение я жду но я не его не жду не с нетерпением но откроют откроют для тебя как данность для меня как данность а для меня это счастье это счастье это же это великолепное счастье так что ты можешь сказать по поводу крымского моста вот как мост я считаю что не одну построили хорошо сносить его не надо кто-то искал проснуться украинские там украина хотя взорвать мост взрывать носить его не надо нужно а ты хочешь что его построили в рекордные сроки я в курсе значит моста сделан чтобы было хорошо и тем кто живет в воде и кто живет воздух очень всем все хорошо мост прекрасный спасибо что это короткое время были вместе со мной увидимся через неопределенное время на канале сэмбери в программе ежедневно